Всех очень рада видеть. Меня зовут Екатерина, я директор по маркетингу в компании Апсон. Вижу знакомые лица, очень рада познакомиться с теми, с кем я не знакома. Тема сегодняшней нашего мастер-класса — обновленная продуктовая линейка светодиодных дисплеев Апсон для ProAV. Первое. Мы рассмотрим несколько этапов. Для тех, кто еще не знаком с нашей компанией ночью, хотел бы познакомиться, я расскажу о том, что есть бренд Апсон, где находится наш завод. В целом, кто есть наша компания. Дальше проведу небольшой обзор мирового рынка светодиодных дисплеев. Начиная, соответственно, с его образования и до 2025 года. Дальше мы рассмотрим применение светодиодных дисплеев в ProAV. Дадим статистику определенную по сегментам применения, по сегментам применения конкретных линейок. И в рамках этого, соответственно, расскажем про наши линейки, про наши актуальные текущие линейки и про новую серию NX, которая вышла буквально вот за несколько дней, там, за пару-тройку дней до нашего вебинара. И, по сути, это самая первая ее презентация на русском языке. Итак, бренд Апсен. Наша компания была основана в 2001 году, и с этих пор мы занимаемся производством светодиодных экранов с штаб-квартиры в Шенчжине и с интеллектуальным центром производства и цехом производства в городе Хуйчжоу. В течение 12, в течение уже 12 лет Апсен занимает первое место подряд среди всех китайских производителей светодиодных экранов по объему экспорта из Китая. Соответственно, до коронавирусных времена тренд, как можете видеть, был восходящий в коронавирус, конечно, было, как и у всех, достаточно тяжело, но мы продолжаем, соответственно, развиваться дальше. И, как можете видеть, 2021 год позволил нам восстановить, начать восстанавливать те объемы, которые были раньше. Так, сейчас, секунду, я сделаю побольше. У нас в компании есть 9 филиалов за рубежом, которые покрывают бизнес и обслуживание в более чем 120 странах и регионах, в том числе в России, наш российский офис, где сейчас нахожусь я, с сервисным центром и шоурумом. Также у нас с недавнего времени появилась программа обучения сервисных инженеров. В текущий момент уже более 4000 сервисных инженеров Апсон обладают нашими сертификатами, прошли обучение в нашей компании по работе с оборудованием, по подключению, настройке и ремонту, и могут официально обслуживать наше оборудование по всему миру. Давайте перейдем к мировому рынку светодиодных дисплеев. По прогнозу мирового рынка, до 2030 года индустрия светодиодных дисплеев достигнет 12 миллиардов долларов благодаря как раз быстрому росту технологий мини-лет. Потому что, допустим, в 2018 году, когда я только пришла в компанию, вообще в целом 0.9 шаг – это было что-то из ряда фантастики. Прошло совсем немного времени, и мы уже с вами можем вставить видеостены 0.9, 0.7 шага без каких-либо проблем. И следующий тренд, который позволяет развитию отрасли – это коммерческое применение технологий AMD, POP и технологий MIP. О чем я говорю? О том, что данные технологии становятся доступны широкому кругу людей. Мы можем устанавливать эти экраны уже и в коммерческий сектор. Например, допустим, AMD-технология изначально применялась как более, так сказать, для больших видеостен с большими бюджетами. Сейчас AMD – это просто стандарт, который очень сильно и быстро вытесняет SMD. Также, что важно здесь отметить, появляются новые игроки на рынке, такие как, вообще, новые игроки, новые технологии и технический прогресс, который позволяет, допустим, создавать светодиоды абсолютно нового типа крепления, да, как то Flipchip CUB. Дальше о нем расскажу. И, соответственно, снижение издержек на производство, как в любой отрасли, позволяет ей развиваться. Следующий момент – это дистрибуция LED. Если раньше светодиодные экраны приобретались исключительно под проект, исключительно по каналам поставки из Китая, то сейчас есть возможность, точнее, есть тренд на реализацию поставок из России, то есть китайские производители идут по пути, так сказать, крупных игроков панелей LCD, да, и уже появляются дистрибьюторы, которые могут в кратчайшие сроки предоставить оборудование для проекта без затрат времени на доставку. Соответственно, в связи с этим меняется цепочка поставок, которая становится короче и позволяет вам реализовывать проекты в кратчайшие сроки, что важно в текущей ситуации, потому что сегодня у нас курс один, завтра другой, и валютные риски никуда не делись. Вот, именно поэтому такие, такое направление развития двигает всю отрасль и позволяет ей набирать обороты все больше и больше. Так, по объему рынка светодиодных экранов, конкретно в рамках мелкого шага, скорее всего, в ближайшее время, ну вот как мелкий шаг, то есть это мы рассматриваем экраны до 2 миллиметров, да, и сейчас уже даже на уличных экранах, если раньше запрос на уличные экраны, на прокатные экраны, это было 3-4, это вот минимум который, да, то сейчас уличные экраны запрашивают в полтора миллиметра, да, в 2 миллиметра, ну то есть абсолютно отрасль, что рекламная, хотя там всегда были маленькие шаги, она тоже снижается к мелкому шагу, и в ближайшее обозримое будущее, скорее всего, мы перейдем на большой объем конкретно мелкого шага. Касательно вопросов, задавайте свои вопросы в течение всего мероприятия, я на них отвечу в конце, если они будут, да, в рамках своих компетенций, если мы на вопрос какой-то, если я не смогла ответить на какой-то ваш вопрос, мы обязательно его зафиксируем и ответим потом лично вам. Какие сейчас присутствуют технологии на рынке микро-лет? Первая технология SMD, всем понятная, всем известная, чип на плату и, соответственно, SMT-пайка. Дальше это AMD-чип, который уже представляет собой интегрированный диод, может быть, AMD у нас конкретно это 4 в 1, а в целом это AMD N в 1, и он также ставится на саму плату. Дальше это технология CUB, в которой нет вот этого момента, и происходит прямая инкапсуляция на плату, заливается потом определенным покрытием. И дальше MIP-технология – это что-то новое, это пока еще недоступное для нас, но это дальше пошло CUB плюс SMD-диод. То есть это одновременно пайка светодиода на плату посредством SMT-технологии, как в SMD, и дополнительно сверху наносится покрытие для защиты экрана, как CUB, что позволяет снизить абсолютно практически в ноль, снизить MUAR на самом экране, увеличить его глубину цвета, глубину проработки черных светлых тонов. Надеемся, что скоро перейдем и к этой технологии тоже. На текущий момент основные гиганты отрасли LED вложили значительные средства в технологию мини-микро LED, в том числе и наша компания, которая обладает огромным количеством патентов и разработок на мини-микро LED технологии, и ожидается, что в ближайшие пять лет рынок светодиодных дисплеев стремительно опустится ниже уровня одного миллиметра пикселей. Передовые технологии включают в себя технологию привода, общий катод PM и AM, прямую либо флип-чип технологию подложки, о которой я расскажу дальше, и технологию обработки алгоритмов визуальных эффектов. Давайте разберемся с технологиями и с их обозначением. Что значит микро LED, что значит мини-LED, потому что сейчас огромное количество информации и здесь, и там, все называют по-разному. Мы считаем, что мини-LED — это размер чипа 100-200, а микро LED — это размер чипа меньше 100 микрон. Думаю, что с этим мы просто зафиксируем эту информацию и дальше будем ей пользоваться. Я сделала для вас схематическое изображение структуры чипа. То, о чем я как раз говорила, что как чип крепится на плату. Проводной чип — это стандартное крепление чипа на плату. Соответственно, снизу у нас находится сапфировая подложка, сверху у нас P-электрод и N-электрод. И ток проходит от одного электрода к другому, и тепло, генерируемое при P-N-переходе, проходит вот через сапфировую подложку, у которой плохая теплопроводность, что приводит к снижению теплоотдачи и надежности. Дальше — это история с флип-чипом. Здесь ток напрямую передается к радиатору, и он не проходит через сапфировую подложку, что позволяет лучше рассеивать тепло, увеличивать светоотдачу, увеличивать надежность, плюс дополнительное использование вместе с флип-чипом технологии общий катод. При одной яркости можно снизить энергопотребление на 20%. То есть это ответ на вопрос, почему, допустим, у CUB-экранов энергопотребление гораздо ниже, или, допустим, у IND-экранов. Началось это все с технологии общий катод, которая позволяет снижать, и дальше, благодаря симбиозу технологии флип-чипа и общий катод, энергопотребление снижается даже больше, чем на 20%. Дальше, следующий этап развития отрасли – это вертикальный чип. Сейчас пока его нет на рынке. Здесь вместо сапфировой подложки используется подложка с высокой тепропроводностью, что позволяет вообще практически снизить нагревание и теплоотдачу светодиодного экрана. Что касательно чипов. Материал проводимости будет влиять на текущий срок службы лампы светодиода. И ток может сделать светодиодный чип ярче и продлить ему жизнь. Дешевый проводник работает на пределе, соответственно, не имея запаса по силе тока. И качественный диод без проблем переносит скачки напряжения, а у дешевого диода перегорает проводник, а кристалл остается целым. И в этом случае даже стабилизатор напряжения плохо помогает из-за наличия других недостатков. Что также еще важно. Во флип-чип технологии и вообще в наших экранах ток проходит, ток вообще в целом течет по поверхности проводника. И если в светодиодных экранах используется медный проводник, то сверху появляется оксид меди, и в этом случае увеличивается его сопротивление, и, соответственно, меняются в целом характеристики проводника, потому что абсолютно другой металл. У золота таких свойств нет. Именно поэтому очень важно выбирать светодиодные экраны с золотым проводником. Это очень сложно понять при включении двух экранов рядом. Вы никогда этого не заметите, потому что, соответственно, оксид меди появляется спустя время, и экран начинает выходить из строя уже позже. А использование самого золота, соответственно, удорожает стоимость в целом светодиодного экрана. Именно поэтому важно всегда обращать на это внимание, потому что это очень неочевидный фактор, который огромный процент вносит в стоимость самого экрана. Ну, это, собственно, структура чипа изображенная. Вот это вот у нас флип-чип, вот это у нас флип-чип, а вот это у нас обычный от SMD чип. Соответственно, флип-чип напрямую прилегает к плате без наличия вот этих вот проводов, которые со временем также могут приходить в негодность. И отсюда вытекает еще одно преимущество технологии, которая сейчас, по сути, лидирующая. Последняя крайняя технология в отрасли LED – это CUB-технология с чипом флип. Именно благодаря этому экран служит дольше. И у многих возникает вопрос о ремонтопригодности самого CUB-экрана, то есть что он служит, что его невозможно отремонтировать в России, нужно отправлять в Китай, соответственно, снимать этот слой. Да, действительно, это сейчас так, но как раз благодаря отсутствию проводов, благодаря отсутствию тех минусов, которые есть у MSMD, флип-чип требует гораздо реже ремонта конкретно диодов, только если это было физическое повреждение, то есть их наработка на отказ гораздо выше, чем классическая СМД-технология. Так, я надеюсь, что здесь все понятно. Если что-то непонятно, задавайте вопросы. Мы переходим к третьей части нашего мастер-класса. Это применение светодиодных дисплеев ProAV. По анализу доли рынка светодиодных дисплеев, конкретно с мелким шагом пикселя, по применению большую часть занимают профдисплеи, это почти 36% для центров управления и ситуационных центров, а также для прямых трансляций, для телестудий и телеэфиров. Следующий сектор — это коммерция. Соответственно, центры управления и бродкастинг — это вся история, которая также входит в блок коммерции. Дополнительно к ним добавляется корпоративный сектор и сектор образования. То есть это музеи, это выставочные залы в университетах, это актовые залы в университетах, это конференц-комнат, это конференц-зал и прочее. Дальше это ритейл, как основной пользователь светодиодных экранов с малым шагом для рекламы. И следующий — это интертеймент, но это составляет всего 3%, как раз о чем я сказала, что сейчас даже прокатные экраны запрашивают уже с шагом 1.2 и 1.5 для того, чтобы... Под профдисплей мы подразумеваются именно профессиональные видеостены. То есть это не видеостена в торговом центре, это видеостена в центре управления, которая используется компанией как профессиональное оборудование, так скажем. По статистике, центры управления безопасностью и мониторинга — это основное направление, где используется мини-микро-ЛЭД, ну вот как раз по вопросу, что подразумевается под профдисплеем. Вот. Такие дисплеи, их преимущество, соответственно, многие из вас знают, что это бесшовность и высокое разрешение. Даже с LCD-панелями с абсолютно маленькой рамкой все равно рамка есть. В России идет распределение по этим сегментам, это сегменты по России. Нет, обманула. Это сегменты по миру, по России. Если интересно, я могу подготовить информацию по России и в целом по нашему рынку. Соответственно, в отрасли центров управления безопасностью и мониторинга 43% занимают светодиодный экран. То есть вся эта информация, она как бы по миру. Если вам интересна информация по России, в целом можно подготовить, провести исследование. Достаточно большое, но я думаю, что, возможно, всем будет интересно. Вот. 43% по миру. Это в целом информация та, на которую можно ориентироваться в России, потому что до нас это все двигается, для нас идет развитие, тенденции и общемировые, которые приводят уже к развитию отрасли в самой России. И по LCD, соответственно, занимает второе место с долей в 29%, и DLP панели занимают 28%. Следующая, это вот как раз телестудии и прямые трансляции. Так, можно сейчас чат пока скрою, на секунду. Дальше это телестудии и прямые трансляции. Опять же, бесшовность и высокое разрешение. Здесь LED-экраны отвоевали абсолютное превосходство по всей доле рынка. Это 92%. Именно поэтому одни очень популярны у прокатчиков во время прямых трансляций, потому что благодаря правильной настройке видеокамеры, благодаря использованию синхронизатора, который позволяет частоту кадров выставить такую и синхронизировать эту частоту кадров между панелью и между камерой, чтобы не было полосок сканирования, чтобы не было мерцания, чтобы не было муара. Следующий сектор – это корпоративный сектор. Здесь, соответственно, высокое разрешение, высокая яркость и широкий угол обзора. Благодаря светодиодным экранам мы можем создать невероятно креативные панели. Вот эта картинка из нашего проекта в торговом центре, где все стены, в том числе углы, в том числе дверные проходы, были оборудованы светодиодным экраном. На нем выводится периодический 3D-контент, который иногда пугает людей или проходящих мимо зрителей и привлекает к себе огромное внимание. Я бы очень хотела, чтобы мы реализовали такой проект в России. Но, как можете видеть, всего 27% доли рынка в корпоративном секторе. Пока еще мы не отошли от проекторов. Проекторы занимают большую долю рынка в связи, скорее всего, со своей доступностью и бюджетностью. Дальше это Retail, которая, опять же, представляет нам пространство для креатива. И на текущий момент есть тенденция в использовании светодиодных экранов под углом 90 градусов с бесшовным соединением в этом углу для достижения 3D-картинки. Сейчас такой экран, пусть и с большим шагом пикселя, но можно увидеть на Каширской плате. Там состоится светодиодный медиафасад, на который выводится 3D-контент. Первый 3D-контент в Москве. Вообще, наверное, в России. А в рамках маленького шага пикселя можно сделать абсолютно такие же инсталляции с использованием как раз 3D-контента. Здесь большую долю рынка занимает LC. CD-дисплей, LCD-панелей, и дальше уже к ним присоединяется LED, который, я надеюсь, что будет дальше развиваться. Апсен-решение для ProAV. Можете зайти на наш сайт, и мы стараемся обновлять максимально актуальную информацию о текущих сериях, но сейчас я хочу вам дать полную схему по наличию у нас тех моделей, которые в целом можно использовать для своих проектов. Первое. Решение Апсен для диспетчерских и телестудий. Они делятся по технологии. Первая технология – это COB, дальше AMD-технология и SMD-технология. Критерии при выборе – это, соответственно, размер кабинета, потому что абсолютно у всех, практически у всех серий разные размеры кабинета для составления определенных размеров Full HD, 4K, 8K и так далее. Соответственно, влагозащита. Если мы рассматриваем технологию COB, если мы рассматриваем экран, который будет стоять и, скорее всего, будет подвергаться каким-то физическим воздействиям в воде и прочее, то, соответственно, COB-технология, она влагозащищена с фронта, и поэтому при такой ситуации оптимально выбрать именно ее. И, соответственно, бюджет. Как я рассказала, COB-технология с использованием флип-чипа, с использованием технологии общий катод удорожает стоимость самого экрана на данной технологии, поэтому, если это в рамках вашего бюджета, то можно ее рассматривать. Как золотая середина, текущий момент – это AMD-технология, это серия HC, HC2 Pro, которая сейчас находится в разработке на 0.7 шаге, так же, как и CL, да, отмечено. Это две серии, которые находятся сейчас в разработке. Обе серии ECL и HC до 1.2 мм шага пикселя можем вам посчитать. И, соответственно, SMD, да, всем известная, всем знакомая серия A27+, где только ее уже не ставили. Это абсолютно все интеграторы, которые с нами работали, знают эту серию очень хорошо. Новая серия, относительно новая серия HC, которая выступает как родной брат к серии HC2 Pro, также с новыми технологиями, по сути, обновленная серия A27. И серия KL 2, которая имеет немного другие размеры кабинета, да, то есть если все вот предыдущие до… у них соотношение сторон размер кабинета 633 на 100 с чем-то, то здесь немного другой, и уже зависит от того, какой у вас размер самого экрана может быть, какое должно быть разрешение. Соответственно, KL выпускается в… по крайней мере для диспетчерских телестудий как раз во всех шагах, шагах, которые сейчас возможно используются. Можете сохранить себе вот этот слайд. При выборе оборудования в проект очень полезный… полезную схему. Дальше. Решение Апсон для коммерции и ритейла. Что здесь у нас, опять же, по критериям? Это размер кабинета, это его яркость, бюджет и, соответственно, энергопотребление, потому что коммерция есть коммерция. Что здесь у нас? Первая – это A27 Plus серия. Она универсальная в целом как и для коммерции, как и для бродкастинга, так и для всего остального, так как у нее очень большой разброс в шагах пикселя до 2,5. Дальше – KL серия, KL2 серия, новая, вышедшая в этом году, обновленная, точнее, до этого была просто KL, также с шагом пикселя до 2,5. И серия, которая вышла буквально на несколько дней назад – это NX серия. Если кто-то работал с нашей N+, серией, это, по сути, ее следующее поколение с шагами от 1,5 до 3,75. Расскажу как раз несколько слов о конкретно серии COB, о серии HC и о серии KL и NX. Соответственно, CL серия – это светодиодный экран на технологии Flipchip COB HDR10, который позволяет использовать светодиодный экран без муара. Вот как раз размеры его кабинета – 610х343 мм, толщина 58 мм, только в двух шагах – 0,9 мм и 1,2 мм. 0,7 шаг сейчас находится в разработке. Ее преимущество основное в том, что яркость составляет 1200 нит, что позволяет использовать именно эту серию в помещениях с повышенной яркостью. Она поставляется с технологией Black Coating, которая позволяет добавить в круг RGB дополнительно черный цвет, что увеличивает его глубину и увеличивает его прорисовку деталей в темных частях. Вставляется с настенным креплением и опционально с рамкой по всем граням светодиодного экрана для того, чтобы защитить углы и борты. Дальше. Это у нас HC2 и HC2 Pro серия. Яркость составляет 600 нит, выпускается в технологии AMD 4 в 1, с применением технологии A5C, HBB, общий катод и с учетом EMC Class B для использования в помещениях с таким требованием. HC серия выпускается в шагах 1,2-1,5, HC2 Pro в шагах 0,7 в разработке, 0,9 и 1,2. Вес по сравнению с CL серией вес меньше, то есть составляет 5,2 килограмма. Данная серия выпускается с пластинами опционально для ровного соединения кабинетов между собой на напольную конструкцию. И благодаря кронштейну 2 в 1 и кронштейну 1 в 1 возможно использование в настенном монтаже. Вот небольшая информационная таблица о том, как составлять экран 2К, 4К, 8К. Соответственно, если мы берем 6 на 6 кабинетов, это у нас 4К. Если мы берем 12 на 12 кабинетов, это 8К. И если мы берем 3 на 3 кабинета, то можно составить Full HD на 0,9 шаге. Соответственно, если шаг больше, то просто размер экрана становится больше. Дальше. КЛ-2 серия. Если кто-то еще не был в нашем шоуруме, приглашаем посмотреть. У нас есть 2 кабинета в КЛ-2 серии и также ближайший АВФокус совместно с нашими партнерами мы покажем данную серию на мероприятиях, по-моему, в Новосибирске, в Казани, в Москве 100% и еще какой-то город. Точно. По размерам, как я сказала, это 640 на 360. По весу, также небольшой вес 6 килограмм на панель. И с использованием технологии классические SMD, HVR+, Fine Adjustment, Color Precision и с возможностью юстировки самих панелей по X, Y, E, Z. Как раз благодаря использованию плавающего разъема и отверстий для юстировки мы можем максимально собрать экран даже с учетом особенностей неровности стены или еще каких-то нюансов. Экран полностью фронтального обслуживания. Да, в предыдущей серии также полностью фронтального обслуживания. Абсолютно все эти серии имеют возможность наличия дополнительного блока питания и резервов по информационной по карте приема. Также в КЛ-серии дополнительно поставляются направляющие для установки на стену, подвесы для установки экрана на подвес, если нет возможности установить на стену и рамки по углам и бордам. Небольшая информационная картинка для понимания, как собирается КЛ-серия, если мы хотим получить 2К, 4К или 8К. Так как соотношение сторон все еще 16 на 9, благодаря этому можно собирать экран ровного количества кабинетов. То есть 4 на 4, 5 на 5, 6 на 6 очень удобно посчитал, собрал. Благодаря использованию технологии HVR+, герцовка экрана увеличена и на 120 Гц, если у кого-то есть новый iPhone, который вышел, разница при экране в 120 Гц и при экране с герцовкой ниже, она очевидна и поэтому в ГАЛ-серии также применили данную технологию с увеличением герцовки. здесь как пример это собранная видеостена на КЛ-серии, как раз о чем я говорила, благодаря тому, что стена, благодаря тому, что сама серия позволяет юстировать экран по трем направлениям, можно собрать идеально ровную стену, абсолютно без конструкции, просто по направляющим установленным напрямую на эту самую стену. То есть, если увеличить, посмотреть эту картинку, то ровность просто невероятна. И перейдем к нашей NX-серии. Собственно, добро пожаловать на презентацию NX-серии на русском языке. Размеры панелей первый размер 960 на 540 и следующий размер для соединения маленьких частей экрана это 240 на 540. Яркость экрана достигает 1500 нит, используется технология SMD, EMC класс B, HDR10, 16-битный экран с использованием технологии A5C+. Шаг, как я уже сказала, от 1500 до 375. по толщине соответственно панель достаточно тонкая, если кто-то опять же помнит N+, серию, она тоже была достаточно тонкой как раз для установки помещения, где недостаточно места и нужно, чтобы светодиодный экран занимал целую гору пространство. Что поменялось? То есть, если в N-серии она была узкая и вытянутая, в NX-серии соотношение сторон теперь составляет 16 на 9. Вообще, сейчас идет тренд на переход светодиодных экранов, в целом, чтобы все панели переходили к технологии 16 на 9 для гораздо более простого, быстрого отображения контента, чтобы не было сложности в подготовке контента, если раньше для светодиодного экрана нужно было готовить контент специального разрешения, то сейчас любого источника с разрешением сторон 16 на 9 можно вывести контент на светодиодный экран. По расстоянию просмотра, соответственно, наши рекомендации для стенки 4К или стенки 8К на полуторанном шаге это 4,5 метра, для стенки 4,8 на 1,8 шаге это 5,4 метра и, соответственно, дальше 7,5 и 11,1. Стандартная яркость экрана составляет 1000 нит для использования внутри помещений в фирменных магазинах, холлах, конференц-залах, где нет большого количества освещения. Версия с полуторанной яркостью полутора тысяч нит используется для мест сильно подверженных внешнему освещению, торговых центров, лобби, выставочных залах, возможно, для уличных экранов, которые находятся внутри помещения, но обращены на улицу. По поводу вопроса про полутора тысяч нит у меня сейчас нет ответа на этот вопрос, но надеюсь, что возможно мои коллеги помогут вам, они сейчас находятся также в чате и смогут ответить на ваши вопросы. Благодаря применению технологии калибровки, автоматической калибровки A5C+, светодиодный экран выводят чистые цвета, те, которые мы действительно видим в реальной жизни, то есть контент максимально калибруется, подгоняется для того, чтобы избежать искажения цвета, избежать искажения в шумах и в различии с источником сигнала. Также в NX-серии применена технология, такая же технология, как есть в нашем айконе сертификат на низкий уровень синего света, что позволяет защитить глаза от высокоэнергетического коротковолнового синего цвета. Примерно что-то похожее на технологию Night Shift, которая есть у нас в телефонах как раз для защиты глаз, если, допустим, смотреть на светодиодный экран очень долго. И NX-серия обладает сертификатом EMC-класс B для гражданского использования и предотвращает вред человеческому телу, вызванный чрезмерным электромагнитным излучением от самого экрана. Это как раньше боялись, что от микроволновки есть электромагнитное излучение, вот сейчас начали бояться, что от экранов есть такое излучение, поэтому применяются сертификаты. Дальше по панелям выпускается в двух размерах 240 и 540. Благодаря тому, что есть маленькая панель, можно составить с углом под 45 градусов можно составить различные конфигурации, такие как плоский экран с большими панелями, плюс изогнутая склейка с малыми панелями. Вот здесь, если можете увидеть, здесь маленькие панели размещены на угле на стыке для того, чтобы сделать максимально маленький угол. Художественное волнистое сращивание только на мелких панелях, здесь у нас только мелкие панели, и образование прямого угла для создания бесшовных или образных форм. То есть этот экран, он не опционально, он изначально идет с срезанными углами под 45 градусов, что позволяет креативить абсолютно в любом направлении своей фантазии. Поставляется данная серия либо на подвесах с полностью черной подвесной балкой, либо с напольной установкой, и также в данной серии присутствует возможность выравнивания по осям XYZ. Здесь можете увидеть в целом технологии применения данной серии, тематические парки, транспортные хабы, магазины, молы, конференц-залы, корпоративные лобби, выставочные залы, казино, например. У нас только, правда, в Сочи, по-моему, есть казино, но почему бы нет. В целом, наверное, да, все, у меня все. Спасибо вам большое за участие. Если какие-то есть еще вопросы, задавайте. Я сейчас посмотрю чат, если мои коллеги еще на что-то не ответили. Adobe RGB. Сейчас пока вот как раз технология Adobe RGB с DCI-P3 пока нет, но я зафиксирую этот момент, потому что абсолютно все, развитие абсолютно всех технологий, абсолютно все внедрения, которые происходят с эпидемиодной экрана вообще в отрасли, они идут от вас, от их потребителей, какой у вас есть запрос. Если этот запрос актуален для большого количества аудитории, соответственно, мы будем очень рады разработать, внедрить, соединить, сделать то, что вам будет максимально удобно использовать. Так, про LCD-дисплей ответила, про Россию ответила, про светодиодные экраны Иван ответил. Спасибо большое, Иван. А27Pro. О, да, смотрите, серии, которые вот здесь я назвала, сейчас покажу, где они здесь, вот, серии, которые находятся на вот этих картинках, это актуальные серии на будущее время, то есть, допустим, есть ряд серий, которые сейчас в продаже, которые мы сейчас поставляем, в которых используются те же самые практически диоды на тех сериях, которые будут, но продукция обновляется, и, соответственно, эти серии постепенно уходят, именно поэтому мы рекомендуем все-таки использовать, рассматривать те серии, которые сейчас мы считаем актуальными, потому что также та же самая N+, серия, она до сих пор используется, мы до сих пор ее производим, то уже будем рекомендовать в будущем времени замену на NX-серию в таких проектах. G-O-B нет, используем технологию C-O-B. Презентацию по итогам вебинара можете написать мне или написать коллегам в AVE Club, скорее всего, отправим вам презентацию. Или да, Люба ответила, Люба, спасибо тебе большое за участие. Аскер спросил по вопросу по резервированию. Существует ли в ваших моделях горячая замена блоков питания? На текущий момент горячая замена блоков питания существует только на прокатных сериях, то есть сзади отстегивается полностью весь хаб с блоком питания, с хаб-картой, с картой приема и меняется абсолютно на такой же. В стационарных экранах пока такой технологии нет, так как нет такого запроса, да, то есть если на стационарном экране выпала какая-то панель или перегорел у нее блок питания, обычно в ZIP просто поставляются дополнительные панели и меняется сама панель, а уже потом разбираются люди с блоком питания, потому что это гораздо быстрее, чем смотреть, отсоединять блок питания, смотреть, проверять и так далее. Экраны на самом деле на текущий момент практически не шумят, то есть максимум, что может шуметь, это система управления к нему, а так как в экранах отсутствует вентилятор, то шуметь там попросту нечему. По разведчику. Да, действительно, очень много здесь участников, которые из наших конкурентов. я тоже очень рада вас всех приветствовать на нашем сегодняшнем вебинаре. Да, плавающий тип разъема как раз по юстировке кабинетов. Какие образцы сейчас есть в шоуруме из новинок? Из новинок сейчас у нас есть серия KL2, второе поколение. У нас в ближайшем будущем приедет серия HC2, по-моему, со вторым шагом HC Pro и также серия CL. Так как индекс-серия вышла буквально пару дней назад, то я думаю, что в течение нескольких месяцев она также появится у нас в шоуруме и, по сути, все серии, которые я сегодня перечислила, они у нас есть в наличии, можно приехать посмотреть в шоурум. Да, запись вебинара идет, запись вебинара будет на YouTube-канале АВ-клаба, насколько мне это известно. По презентации, да, напишите, здесь есть моя почта, можете написать мне. Я здесь покажу сейчас. Есть тут моя почта? Не вижу. Да, можете написать мне на почту и разберемся с вами по презентации. Да, да, CL2 серия есть. Смотрите, процессоры, как бы комплектация светодиодного экрана заканчивается, то есть есть экран, есть контроллер и есть видеопроцессор, который поставляется вместе с нашими экранами. Зачастую сами интеграторы преимущественно выбирают заменить там видеопроцессор на какой-то свой, на систему управления, да, на какую-то свою. вот у нас поставляется экран с контроллерами Novostar и с видеопроцессорами либо Magnum Edge, либо также Novostar, либо с двойной структурой, когда контроллер и видеопроцессор поставляются в одном блоке, но это в основном используют прокатчики, так как им нужно уменьшить количество техники и увеличить соответственно скорость работы. Когда это стационарный экран, то даже большое количество контроллеров в целом поставил в одну нишу в системную и все. Так, почта моя отображена, все пишите мне. Так, плавающий разъем. Плавающий разъем сейчас покажу. да, вот система плавающего разъема, то есть он не фиксирован в системе, модуль не фиксирован, он имеет возможность благодаря магнитам и благодаря самому разъему менять свое положение и фиксировать это положение, то есть сюда-сюда именно благодаря этому достигается ровность сборки КЛ-серии, как на этой фотографии. Так, по процессорам я ответила презентацию. Я очень вас прошу, мы, конечно, все комментарии зафиксируем, но если вам не сложно, напишите мне на почту по презентации, потому что возможно, кого-то пропустим, но я постараюсь ответить всем, комментарии все сохраняются. Все, вопросов больше нет, как я вижу. Спасибо всем большое. Принимать участие в наших мероприятиях еще будет очень много. В ближайшее время мы планируем все-таки в этом году привести обучение ACE. Если кто-то был еще в докарантинные времена, у нас было очень интересно и весело. Сейчас, к сожалению, проводится это все онлайн, но надеемся, что сможем провести это и оффлайн. Также в ближайшее время совместно с компанией и дистрибьютором Trialan мы будем участвовать в АВФокусе. Как раз там будет представлен наш CUV-экран и CL-серии и наша KL2-серия. И приглашаем всех в шоурум. Очень будем рады вас встретить, накормить, напоить китайским чаем и показать все наши новые серии, которые сейчас имеются в наличии. до скорых встреч в наших мероприятиях. Спасибо всем и до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...